Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня на повестке экономического календаря блок макроэкономических данных из Англии и США. Даже не знаю, на что обратить больше внимания, потому что очень хочется увидеть более значительный рост британской валюты и приближение этого актива к отметке 1,28. Ну и также хочется наблюдать дальше за ослаблением американского доллара, тем более, что наша цель в 100 пунктов, которая ранее была прям амбициозным вызовом до конца этого года, сейчас она все более реалистична, потому что индекс доллара практически каждую торговую сессию теряет какую-то долю процента и сейчас уже торгуется в районе отметки 101,50. При таких темпах снижения, как продавцы набрали за последние две недели, тестирование психологической планки 100 пунктов – это вполне реальная цель в оставшееся время этого года. Ну, будем следить поэтому за макроэкономическими отчетами. В общем, сегодня в 7.00 по GMT ждем данные по ВВП Англии и по роничным продажам. Далее в 13.30 по GMT, статистика из США. Личные доходы, личные расходы – это, скажем так, еще одна формация динамики потребительской активности, что в целом, если покопаться, можно использовать для того, чтобы определить динамику роста инфляции в последующие периоды, потому что эти показатели напрямую влияют на рост инфляционного показателя. Также сегодня в 13.30 по GMT ждем отчет по заказам товара длительного пользования и под закрытие торговой сессии в 15.00 по GMT Мичиганский индекс. Я остаюсь скептиком в отношении фундаментальных отчетов из США, но, может быть, это даже некоторая оппозиция – визуализация. Потому что я понимаю, что если американский регулятор дал нам уже очевидный сигнал того, что он будет смягчать экономическую политику, а мы, как трейдеры-инвесторы, просто спекулируем на срок, когда это может произойти, то чем больше будет слабых отчетов, тем больше, соответственно, у нас будет уверенности в том, что это может произойти раньше, чем позже. И для меня, наверное, так же, как и для многих из вас, ориентируем, когда ФРС действительно может пойти на первое снижение ключевой процентной ставки, является март следующего года. Индекс доллара. Котировки 101.50. Я уже отметил то, что нисходящая медвежья динамика в приоритете продолжается. Мы на этом зарабатываем, потому что очень давно стали шортить этот актив, и пока, собственно, не собираемся отказываться от того, чтобы удерживать сделку в этом направлении. Снижение доллара вчера, это реакция на данные по ВВП, которые вышли в Штатах. Это финальная оценка показателя за третий квартал. Если вы помните, некоторое время назад мы были шокированы, ну, даже не знаю, в хорошем или в плохом смысле, ну, в нейтральном. Так, отметим. Данными роста за третий квартал то, что американская экономика прибавила 5,2%. Это какие-то прям выдающиеся результаты для развития экономики. Я очень сомневался в том, что США смогут удержать такие темпы экономического восстановления. И был уверен, в принципе, остаюсь уверенным в том, что в четвертом квартале показатель ВВП, разумеется, серьезно просядет. И финальная оценка пересмотра динамики ВВП за третий квартал показала, что экономика снизилась. Точнее, темпы роста экономики замедлились с 5,2% до 4,9%. Поэтому, ну, как ни крути, можем сказать, что на экономику влияет все-таки ключевая процентная ставка, и это влияние будет масштабироваться. Дальше, к сожалению, в негативном ключе. Первичные заявки на пособие по безработице, тоже релиз, который мы разбирали вчера, динамика роста числа обращений 205 тысяч с 203 тысяч. Ну, можем сказать, что отчет в целом неплохой. Также хочу обратить ваше внимание еще на один индекс. Это индекс расходов на личное потребление, который показал более скромную динамику. Если два месяца назад показатель был 2,3% роста, сейчас 2%. Индекс расходов на личное потребление – это тоже компонент, который вносит свою лепту в общий показатель инфляции. Если снижается показатель, то, соответственно, инфляционное давление в американской экономике с большой долей вероятности будет дальше ослабеть. Инфляция в США остается на отметке 3,1%. Мы ждем еще большего снижения. Следом должна пойти вниз и базовая инфляция, и должны сложиться условия для того, чтобы американский регулятор все же согласовал скорое снижение ключевой процентной ставки. По данным инструмента FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в марте остается высокой, выше 70%. И сегодня, когда мы будем анализировать отчеты из США, в случае негативных сюрпризов, я думаю, что в каком-то компоненте они точно будут. Было бы здорово, если статистика разочаровала в динамике личных расходов. И тогда вероятность повышения ставки точно, точнее, снижения ставки вырастет, потому что еще один слабый отчет ударит по позициям облигаций и позволит трейдерам активнее спекулировать на идею неизбежного отказа Федрезерва от жестко монетарной политики. В сухом остатке у нас получается, что доллар остается под давлением, и пока не нужно даже выдумывать каких-то причин, чтобы ставить на разворот этого инструмента. Золото – наша цель, друзья. 2050 достигнута, я вас с этим поздравляю. Но у нас была программа «Максимум», которую мы можем еще выполнить, если дожмем золото до отметки 2,70-2,80. Поверьте, ралли Санта-Клауса, рождественское ралли, оно может еще состояться, хотя при такой динамике роста золота, я думаю, никто не будет спорить с тем, что в каких-то инструментах это ралли уже пошло. Рост интереса к золоту – это следствие снижения доходности доллара и американских трежерис. Я здесь много раз уже вам рассказывал, какая причина-следственная связь, какие показатели корреляции между этими инструментами, и также еще и сантимент, который указывает на то, что толпа по-прежнему находится в коротких позициях. Мне крайне интересно дождаться последнего отчета в этом году от Всемирного совета по золоту. Хочется посмотреть, насколько активно проявляли интересы центральные банки к золоту за последние три месяца, потому что в третьем квартале был серьезный закуп с их стороны примерно на 380 тонн. Как золото выросло за последние недели, я думаю, что интерес к нему точно вырос, поэтому финальный отчет от Всемирного совета по золоту может стать очень неплохой базой для дальнейшего восстановления котировок уже в начале 2024 года. По рисковым инструментам евро против доллара мы достигли также цели 1.10, скорее всего, рост продолжится. Два представителя Европейского центрального банка, это главы центрального банка Нидерландов класс Кнот и президент Бундесбанка Нангель поддерживают идею Лагарда о том, что ставку нужно оставлять высоко длительный период времени, и на этом, собственно, евро пользуется дополнительным спросом. Британская валюта 1.27, практически мы тестируем это значение, ждем сегодня данные по ВВП и роничным продажам. Я делаю большой акцент на роничные продажи, где по прогнозам ожидается рост на 0.4% после прошлого снижения на 0.3%. Если данные действительно будут соответствовать ожиданиям, то фунт точно получит доп. поддержку и нацелится уже на движение к отметке 1.28. По австралийцу мы в одном шаге от уровня 0.68, рост продолжается. Помимо ослабления курса американского доллара и перспективы повышения ставки резервным банкам Австралии, также на основании покупателей австралийского доллара еще цены на железную руду, это один из основных экспортных ресурсов австралийской экономики. В частности, сейчас они удерживаются выше 100 долларов, и за последние 5 месяцев, по-моему, рост составил больше 25%. Американский фондовый рынок 4789 пунктов, ждем обновления исторических максимумов. И по нефтянке ничего не меняется, в районе 80 долларов за баррель, внимательно следим за сантиментом и за тем, как развиваются события в Красном море. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока!